25 апреля в Думском зале администрации Комсомольска-на-Амуре прошло обсуждение программы развития информационного общества в Хабаровском крае в рамках Общественного совета при Министерстве информационных технологий и связи края с участием администрации нашего города. Предлагаю начать седьмое заседание Общественного совета. Будет обсуждено шесть вопросов. Обсуждение проходило в режиме видеоконференции. Обсуждались итоги проекта IT-фабрика 2016. Также обсуждались вопросы повышения эффективности работы интернет-порталов, в частности проекты Голос-27 и Оупен-27. Я бы хотел обратить внимание, это количество пользователей мобильных приложений, а это более половины пользуются мобильными приложениями. Заместитель министра информационных технологий и связей Хабаровского края по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Стремилов Дмитрий Сергеевич представил общую картину положения дел в части доступности связи и интернета в крае. В которых проживают 99% жителей края. Из них с стационарной связью это 245 населенных пунктов, в 245 населенных пунктах присутствует стационарная связь, в 367 населенных пунктах присутствует мобильная связь. Без услуг голосовой связи остаются 57 населенных пунктов, в которых суммарно проживает 817 человек. Это менее 1,5%. Также затрагиваются вопросы доступности объектов и услуг связи для людей с ограниченными возможностями. Организации инвалидов покупают интернет по стоимости для юридических лиц. Недавно, например, у нас отделение ветеранов центрального округа просило подключить к интернету. Ну и опять-таки было бы неплохо, наверное, какой-то специальный тариф сотовым императорам сделать для инвалидов, особенно для инвалидов. Ну и для ветеранов назвать его, допустим, там, новые возможности как-то или еще там каким-то образом, сделать более доступным его по цене. То есть это было бы очень, вот, людям, я считаю, это было бы очень полезно и очень нужно. Тем более, что вот эта отрезанность от внешнего мира, она бы вот таким образом радикально снижалась бы и росла бы как-то увеличенность людей в жизни, там как-то внимание к ним росло, между собой взаимодействие у них вырастало бы. Я могу как отоператор рассказать, что, безусловно, есть физические лица, есть юридические лица и нет отдельной НКО, там, где инвалидов, как мы рассматриваем при тарификации. Поэтому предложение интересное, мы подумаем над ним, то же самое и обслуживание инвалидов на даму. Что могу сказать? По первому вопросу мы внесли дополнение о необходимости формирования бизнес-модели данного проекта. По вопросу номер два, это касательно сайта, мы решили в том числе создать экспертную группу, которая бы описала те процессы, которые внутри. По вопросу три, мы договорились с вами внести дополнительно в протокол информацию о том, что мы должны запросить операторов связи о возможности формирования тарифов для организаций инвалидов и ветеранов, запросить операторов о возможности формирования тарифов для физических лиц, относящихся к категории инвалидов и ветеранов. Небольшую добавку к прошедшему обсуждению сделает заведитель начальника отдела информатизации Наталья Васильевна. Наталья Васильевна, слушаю вас. Добрый день. Хотелось бы рассказать для жителей нашего города, что администрация города за последнее время реализована несколько электронных сервисов. То есть, допустим, все муниципальные услуги, которые предоставляются администрации города, управление архитектурой, комитет, образовательные наши учреждения, нужно получить на сайте kmc.ru. Вы заходите, набираете, выбираете там вкладку «Услуги». Если вы зарегистрированы на ЕППУ, вы сможете подать заявление на представление в муниципальный услуг, не выходя из дома, находясь в полуточки нашего земного шара. Все краткие ролики, краткие инструкции у нас размещены также на нашем сайте kmc.ru. И второй, вот буквально недавно мы запустили в работу информационный ресурс, это портал «Наш Комсомольский». Этот портал позволяет гражданам нашего города, жителям активным, в случае появления какой-то проблемы, подать обращение. Обращение, как правило, рассматривается в течение 10 рабочих дней и отрабатывается. Портал называется «Наш Комсомольский». Найти его легко по запросу по поисковику «Наш Комсомольский» или по адресу «города.kmc.ru». И интерфейс интуитивный, понятный. Понятный, и мобильное приложение работает, и можно прицепить к любой управлению фотографию, подтверждающую то, что яма на дороге не работает, фонарь или еще что-то. Все. Наталья Ахсидьевна, благодарю, воспользуемся.